Следующая просит отгутнуться видоводжца 8-ротной авары в Смолевецком районе. Найбуйнейшая в истории сучасной Беларуси автокатастрофа сдарилась напереды дни. В лобовом сутыкненне загинули 11 человек, еще 9 потрапили в больницу. Груженный пяском самозвал протаранил маршрутку с пассажирами. Частка потерпевших до этого часа в больнице. Владимир Королёв поговорил с теми, кто первый опынулся на месте здарения. Медикам удалось стабилизовать всех потерпелых. Сейчас они переведены в иншие медустановы. Шесть человек до этого находятся в тяжком стане. А троеды на месте аварии нагадывают только рассыпанный песок и кветки. И сейчас вояки и близкие загинувших приезжают на место троеды. Многие живут недалеку, но на этом участке дороги спыняются першинем. Все бы знакомые выведут. Все бы друг друга знали. Все с одной деревни моего одноклассника. Дочка старшая и сын младший. И коллега бывший по работе тоже младшая дочка. С деревни Пекалин. Погибло 22 годики учительница. И 14 год друга. Ну это наша с нашей деревни. Это прикладная карта, где находились разбитые машины. Как лежали потерпевшие и загинувшие на место катастрофы. Удар у микроавтобусе пришелся на пассажирское сяденье. Сутыкненье здарылся амаль на обочине. На аутодорозе Смалявичи Шацк усяго две полосы. На этом участку дорога промая, але идей не бы хвалями. Авария здарылся якраз на горцы. Хучей за все водитель МАЗа только у опошню секунду зауважу маршрутку. Чому груженый самозвал опынулся на сустречный? Обганял машину, объезжал перешкоду або яго занесла? Гэта головная пытанья для следства, якое зараз шукае святкау. Он просто был в панике, орал и говорит, я думала, что он попал в аварию. Приезжай, помогай, тут люди умерли. Одным из перших, кто опынулся на месте аварии, были Лизавета Сергеем. Яны живуть у товарыцві недалека. Жанчыне пателефоновау с палоханой Айчым, який не проехал мимо бяды. Лизавета Учати товарыства покликала Жихарову на допомогу. Подбежали, спрашивали, чем можем помочь. Нам сказали, что разбирайте машины. Еще был завал, тела лежали, и запчасти от машин были разбросаны просто на всю встречную полосу. Там уже были на месте спасатели. Люди лежали, ну как бы вот они рассыпаны были, потому что при сильном ударе их вынесло. И микроавтобус и грузовик находились на правом боку дороги, по ходу, руху маршрутки. Навод хучей у кювети. Але пакуль ніяких официйных подтверждений, на кон того, что минавито грузовик опынулся на сустрэчный, не было. Сегодня на этом участку за бодвух боков вяли ямочный ремонт. Когда приехали, трупы лежат. Одни трупы, 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 трупы. И что делать оставалось? Только спасатели. Говорят, помогайте, всех живых. Говорят, давайте быстренько, быстренько на попутках будем отправлять в Малевичи, там уже будут ждать их. Я стучала в машины, то есть я просила их, и никто не отказал мне. Все были просто молодцы. То есть вот настоящие белорусы, вот не спрашивая, не задавая вопросов, они согласились взять непонятного человека. Потом уже очень много машин скорой помощи приехало, было много спасателей, то есть они добрались там в карьер. И много-много было КАМАЗов, и они за то расстроили. То есть из-за них они не могли и так подъехать прямо к людям. На многие пытания дасть отказы аутотехничная экспертыза. О обо двух автомобилях есть от знака о проходжении техогляду. Что до потерпевших? Пять человек перевезены у областную больницу. Трое – у центр с полученной травмы. Больницы худкой допомоги. Одна девчина у РНПЦ дитячей хирургии. За порушение правилов дорожного руху, якое выкликало по неостерожности смерть двух и больше особ, узбуджена криминальная справа. Расследование протягивается. Владимир Королёв, Александр Камовиш, Илья Максимов. Агентство «Толиновин». Редактор субтитров А.Семкин «Толиновин» Корректор А.Кулакова «Толиновин»